Зорница 2.0 — это военная патриотическая игра, которая проводится по всей России. В этом году участие в ней приняли школьники младших и старших классов, а также активисты движения первых. Ученица 10-го класса Полина Петрова принимает участие в игре каждый год. Надеется одержать победу и побороться со званием победителя на городском этапе. В начале игры команде раздали маршрутный лист с заданиями, каждый из которых ограничен по времени выполнения. Всего 10 испытаний из разных категорий. Спортивная и строевая подготовка, оказание первой помощи и различные тесты на знание истории России и основы военной службы. Мы прошли испытания «Строевая подготовка» и сейчас проходим спортивные испытания. Я успела пробежаться в челочный бег и потягиваться. Без профессиональной подготовки этим заниматься сложно, но сейчас наша задача — выложить максимум усилий и стараний, чтобы занять достойное место и не подвести свою школу, и не подвести Отечество. Подготовкой участников занимались преподаватели физкультуры, учителя из разных школ и организаторы самого мероприятия. Участников предварительно разделили на две категории — А и Б. Зорница проводилась в современных СССР, и у нас сейчас в новом времени проводятся Зорница по Волжье. Есть ребята, которые более очень сильно подготовленные, то есть они как раз таки составляют категорию А, потому что они очень хорошо знают как раз таки военные обязанности, то есть достаточно сильно подготовленные команды. Есть команды, которые только-только вступили как раз таки с этой игрой, потому что у нас сейчас задействовано как раз таки по городскому округу Самару зарегистрировано более 7 тысяч участников. Это 130 учреждений, то есть у нас это только от департамента образования. Соответственно, у нас мы устраиваем этот этап еще для более новых школ, то есть они постигают новые знания. Игра «Зарница» помогает детям сплотиться и подготовиться к любой нестандартной ситуации. Они готовят детей к всевозможным моментам, касающимся и необычных ситуаций, которые складываются в жизни, касающиеся именно и пожарной безопасности, и касающиеся именно террористических каких-то моментов. То есть дети готовы к разным нестандартным ситуациям. Это нужно для истории, прежде всего. То есть дети изучают историю, они проходят тесты, соответственно, они могут действительно ответить на многие вопросы, понимают, действительно, какие проблемы были в жизни страны и, соответственно, каким образом действительно сейчас они решаются. Испытания проходят во всех районах Самары. И уже на следующей неделе участники поборются за первое место на городском этапе. Августина Охременко, Константин Головин, События.